Добрый вечер! Вы смотрите третий канал программы «Главная тема» в студии Владимир Соловьев. В этом году Россия обогнала Европу по темпам роста потребительских цен на продовольствие. По данным Росстата, за 11 месяцев этого года на отечественных прилавках еда подорожала в среднем на 16%, а в европейском сообществе лишь на 3%. Осенью, похоже, нам удастся сохранить это сомнительное лидерство, причем во всех сегментах рынка будет держаться высокая ценовая планка. Как жители мегаполиса, живущие на огромных скоростях, могут экономить деньги и время, приобретая самое необходимое? Специальный репортаж Олеси Шахбазовой. Та с интернетом на «ты», но основным стимулом к экономии денег и времени для него стали совсем не технические знания. В первую очередь, это моя лень. Да вообще, в моей жизни лень играет значительную роль, и в частности, познание интернета тоже именно лень меня стимулирует. Для того, чтобы я интернетом пользовался полноценно. То есть, я мог себе и поесть заказать, когда мне лениво на улицу выходить в магазин, или тем более готовить. Когда холодильник пустой, Стас заходит в продуктовый интернет-магазин с функцией «доставка на дом». Одно движение мышкой, и товар выбран. Вот он, хлеб за 10 рублей. Самый простой, обычный хлеб, который, как правило, чаще всего все покупают во всех магазинах. Кефир, ряженка, сливки, кефир, 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 молоко. Молоко «Дом и деревни» здесь 20 рублей 99 копеек. Композитор Сергей Таюшев эмоциональный человек, поэтому от всего, что бы он ни делал, он хочет получать яркие впечатления. На летней растрадаже, с 5% скидкой я купил себе тело. Я прихожу в магазин, я беру диск в руки, я его рассматриваю. Мне важно чувствовать то, что я покупаю. Сергей едет в крупный продуктовый магазин. На дорогу он тратит целый час. Я хлеб вообще стараюсь есть мало, но ко мне сегодня друзья приходят, поэтому, естественно, надо взять хотя бы батон другой. В большом торговом центре хлеб оказывается на 9 рублей дороже, чем в интернет-магазине. Люблю брать себе молоко. Очень удобно. Берешь пачку молока в руки, смотришь на ценник и все сразу ясно. Молоко той же марки в торговом центре тоже дороже на 7 рублей 99 копеек. Чтобы наш сравнительный анализ был точным, мы выбираем продукты одной ценовой категории. Следующий товар в нашей потребительской корзине – куриная грудка. Вырезанная мякоть, а белое мясо курицы, судя по всему. Она стоит 153 рубля 42 копейки, 1 килограмм. Ну вот, пожалуйста, огурцы. По фотографии, ну не факт, что фотография именно тех огурцов, которые привезут мне, но, в общем, огурцы по килограмм стоят 29 рублей 9 копеек. Ну, 30, грубо говоря. При покупке продуктов через интернет существует вероятность, что вам могут привезти не такие красивые аппетитные овощи, как на картинке. Меньше рискуют посетители магазинов с видеопокупкой. Мы просто просим оператора показать нам понравившийся товар. Менеджер-консультант может покрутить товар, продемонстрировать его в разных ракурсах. Может предложить другой, альтернативный вариант покупки. С помощью веб-камеры может даже совершить так называемую экскурсию по всему торговому центру и предложить вам любой понравившийся товар. От ювелирных украшений до огурцов. Веб-экскурсия по магазину объединяет в себе преимущества интернет-торговли и покупок в реальном магазине. Однако такая услуга используется в основном для покупки товаров премиум-класса. Сергей продвигается в мясной отдел к охлажденным куриным грудкам. У нас здесь есть замечательная куриная грудка. Их тут целых две. Одну можно сейчас сварить, другую, но потом оставить. И килограмм стоит 140-90. В овощном отделе Сергей тратит больше всего времени. Огромный ассортимент, в отличие от интернет-магазина, позволяет выбрать самый лучший товар. Огурчики я люблю маленькие. Люблю их сначала подержать в руке, посмотреть на них, пощупать, а потом же решить, покупать мне их или нет. Так, сколько у нас на килограмм тут будет интересно. В интернет-магазине мы переплатим за доставку 99 рублей. В итоге общие расходы на покупку в интернет-магазине составили 313 рублей 86 копеек. Затраченное время 10 минут. Тогда как та же покупка в гипермаркете обходится на 7 рублей 64 копейки дороже. К тому же еще 104 рубля ушло на транспортные расходы. Затраченное время на покупки с учетом пробок на дорогах почти 3 часа. Таким образом, цены на продукты приблизительно одинаковые. Расходы на доставку тоже. Однако веб-покупки имеют неоспоримое преимущество. Времени на них уходит гораздо меньше. Стас в интернете приобретает все. Одежду, авиабилеты и даже скачивает последние фильмы. Я, честно говоря, даже не могу вспомнить, когда я последний раз покупал диск с какой-либо информацией вообще на этом диске. Все, что мне необходимо, будь то музыка, фильмы, передачи, там ТВ-передачи в записи, которые я пропустил, или там, да что угодно. Любая информация доступна в интернете. Стас выбирает фильм «Гарри Поттер и принц полукровка». Если комментарии, оставленные после просмотра фильма, положительны, то Стас тратит 10 минут на скачивание картины. Этот фильм уже скачали 55 875 раз. И мы только этот фильм скачали. И сколько за это заплатили? Ну, сколько. То есть воруем опять? А, ну, как сказать, воруем. Да. Но мы не покупаем. Мы предпросматриваем. Сергею нравится огромный выбор фильмов в магазине. Он предпочитает не спеша почитать рецензию к картине и за это удовольствие готов заплатить. Хороший фильм наверняка «Операция Валькирия» с Товым Крузом последний. Ну, давайте посмотрим, сколько все это стоит у нас. Никогда с таким аппаратом раньше не сталкивался. Ну, 139 рублей. Вполне можно купить. Одевается Стас только в интернете. На шопинг он тратит 30 минут. Он просматривает каталоги разных модельеров и останавливает свой выбор на дизайнерской майке Паул Смита стоимостью 2000 рублей. В магазине, уверяет парень, эта майка стоила бы гораздо дороже. Если не понравится, как она на нем сидит, то она и не возьмет. Но за доставку, которая стоит 200 рублей, заплатить все же придется. Содержание интернет-магазина в разы дешевле, чем содержание магазина реального. Тем более в Москве. Если я хочу купить себе какую-то вещь или товар и знать, что в стоимость этого товара не вложены безумные цены на аренду этого помещения, в котором я покупаю, то лучше я это сделаю в интернете. Сергей уже несколько часов выбирает себе одежду, общается с консультантами и останавливает свой выбор на майке, которая случайно попала в сезонную распродажу. Ну вот, конечно, как раз футболка, которая подходит к моим брюкам. Спокойной цветовой гамме и всего за 490 рублей, потому что сейчас распродажа. Покупки в интернете – это всегда быстрее, удобнее, но и рискованнее. В виртуальном шопинге остается вероятность, что вы можете разочароваться в выбранном товаре. Что касается экономии, то чаще всего вещи, продукты, бытовая техника в интернете стоят дешевле, чем в торговых центрах. За исключением сезона скидок, когда цена на товар в магазине может упасть до 50%. С каждым повышенными способами яodidad, особенно